Киллова, ребята, плохой канал. Поговорим про Финляндию. В Финляндию у нас входил в состав России, была там завоевана в Швеции, там какие-то длинные политические всякие распри, потом воевала на стране Германии, и потом против Германии воевала, в общем, не будем всю эту историю копать. На данный момент это столица Хельсинга, я там не был, я проехал всю остальную часть, тысячу километров всю ее до конца, и буду рассказывать, что я видел. Это там олени, каких там дофига, как в Норвегии. В Хельсинге живет 500 тысяч человек, огромный город, во всей Финляндии живет 5,5 миллионов человек. Что там еще в Финляндии? В Финляндии самое большое потребление кофе на душу населения, средняя зарплата в Финляндии 9 тысячи долларов после уплаты налогов, вот, что еще, ну и самый большой оплачиваемый отпуск 39 дней, вот у них, вот, и самая малонаселенная страна, там 16 человек на квадратный километр, при этом палатку поставить, ну так, в общем, не особо есть где, то есть это как бы проблема, ну посмотрим сегодня. Еще я там покажу всякие города, всякие мелкие, ни одной, ни одного лежащего полицейского, ни одной платной парковки я не видел, вот, на протяжении всей вот этой вот дороги, и ни одной платной дороги, вот, такая вот Европа, смотрим. Ну вот я в Финляндии, блять, на границе продержали, я даже не помню сколько времени, это вообще ад какой-то, то ли, блин, мотоцикл мой их напугал, то ли я их напугал, то ли то и другое их напугало, короче, устроили досмотр с выгонянием в какую-то отдельную комнату, с закрыванием там, вот, и с передергиванием всего, вообще, мотоцикла, всех вещей, вообще, всего чего-то, по-моему, за херать, что-то не нашли, вот, что это была за показуха, я не понял, вот, но проторчал я в какой-то чуть ли не камере, блять, ну, наверное, минут 40 там, вот, или что-то типа того, вот, вообще достаточно грустная такая картина, вот, ну вот, типа того, вот, ну, пока Финляндия мне лично напоминает что-то такое, очень ровное такое все, то есть, та же самая Карелия, только ровная, то есть, у нас там такие камни мне, ёлки нахи мне, а здесь камни, ёлки, такое вот, дорога, притом, я не могу сказать, что очень прям сильно отличается от нашей, ну, как бы, ну, дорога, ну, как бы, и дорога, ну, дырки какие-то есть, вот, вот, что-то тут есть, да, то есть, не так, что прямо, что здесь, как ровно, то, единственное, что не ожидаешь за углом ремонта дороги, что-то раздолбанное, вот, но в целом не очень сильно прямо к объезду, как отличается, ну, так, культурно, конечно, дома культурно, вот, ну, я был в Европе, в общем-то, у них, да, так принято себя культурно вести, вот, ну, как сказать, мусор, ну, что-то валяется, да, есть, вот, что-то тут лежит, да, то есть, ну, что-то есть, ну, немного, правда, вот, ну, что-то валяется возле дороги, вот, ну, в целом, конечно, ну, красиво, что озера, что и Карелия, тут, ну, конечно, кафе, вот, буду сегодня ночевать неизвестно где, вот, потому как никаких этих кемпингов я не хочу, пошел на руку, вот, я же, блин, из России приехал, какой у нас это, кемпинг, еще не знаю, культурно место отдыха, все и приключают отдыхать, в итоге место под палатку я и стал, ну, блин, тыркался, тыркался, там, короче, заезжаешь, вроде как поворот в лес, а там в конце дом все время, так, дын-дын-дын-дын, в конце концов, я нашел, ну, блин, искал, ну, наверное, не знаю, часто это ездит, заколебался, честно говоря, еще пейзаж такой, однообразный, дождь идет, ну, как бы, вот, ну, типа, вот, того, вот, такое первое впечатление, кемпинг, комары, ли, финские, что-то я подзебался сегодня ехать, честно говоря, ну, видимо, с этой нервной обстановка на этой таможне финской, как-то, наверное, сказалось, блин, ну, вообще жесть, блин, закрыли в комнату, блин, и давай пытать, точнее, вещи мои пытать, вот, ну, и впечатление, конечно, произвожу, туризис-жилет, это ли еще и за вещей, фиг его знает, вот, ну, вот, как обычно, все, на круге своя, поел, сейчас для бы спать, это вот сейчас ночь, сейчас где-то, наверное, часов полдвенадцатого, или что-нибудь в этом роде, тут темнеет, вообще непонятно, когда, вот, я еще севернее заехал, и, как-бы, это в Венеградской области была там, жопа, вот, а здесь вообще непонятно, чем, ну, чем дальше, тем вообще не будет темнеть, это вот машина есть, это вот, дорога тут, где-то, ну, не знаю, в 100 метрах, наверное, я что-то, блин, забил, не хочу искать, ничего, просто, ну, да, и доел, устал я, блин, сегодня, вот, что-то искал, искал, тыкался, тыкался, были там какие-то места, просто, блин, что-то я же хочу, там, вот такого, потом вот такого, вот, и, короче, выбрал чего-то там, что выбрал, то и выбрал, вот, интересные мысли пришла в Питер, тут хотел заехать, я забыл сказать, у меня рычаг сцепления сломался от этого, так называемого падения, там, ну, отломился кусок, который, ну, особо на скорость не влияет, вот, я что-то думаю, блин, заехать в Питер, что ли, нашел там у чувака, рычаг от Порстера, за полторы тысячи рублей, оригинал, вот, ну, он точно такой же, он там не менялся никогда, вот, но он там на стопорных кольцах, зараза, вот, а стопорных, ты сам, съемника нет, у него нет, я что-то так подумал, блин, да епись на камеру, не хочу я, блин, и так нормально, и чувак, что-то так рявкнул в телефон, просто, вообще, я думал, что, ну, это как, вот, я подумал, и пришла помысливать в голову, что, есть такой поэт и музыкант, Андрей Макаревич, как это не смешно, мы с ним год работали, долго, ну, точнее, не с ним, а с машиной времени, вот, в свое время делали проект, вот, ну, запомнилось как-то, вот, у него есть такая песня, эпоха большой нелюбви, вот, и сейчас, похоже, надо просто, ну, то есть априори не любить людей вообще, просто никак, то есть никак к нему не относиться, вообще никаким боком, вот, просто насрать на всех, как бы, и все, вот, изначально, то есть такая изначально должна быть постановка вопросов, мне насрать на всех, вот, в этом случае действительно, как бы, все-таки наплевать, что там люди говорят, и можно как-то их там оценивать, а вот, если тебе не наплевать, то как-то, блин, расстраивает, вот, ну, вот я стараюсь это плевать, вот, у меня уже получается, вот, ну, уже лучше, лучше, все лучше, частично мне помогают подписчики на моем канале, которые там комментируют всякие удивительные вещи полезные, вот, и, как бы, да, то есть привыкаешь, да, где-то сколько там, меньше года я веду, кстати, канал, я его в октябре что-то начал делать, ну, как бы, занялся, вот, и вот, ну, смотрелся, блин, сколько ш комаров, кошмар, вот, завтра я еду дальше по Финляндии, я думаю, что завтра я ее не проеду, вот, ну, вообще, конечно, скучноватый пейзаж, но, повторюсь, я, фу, блин, скучноватый, но, я просто еще север не заехал, там, ну, по моему дерьмометру вся красота начинается после полярного круга, надо посмотреть, где вот полярный круг Финляндии, я думаю, он у нее как-нибудь отображается, хоть, вот, и, посмотри, что будет, потому что, в принципе, по Карелии, вот, на мой взгляд, док этого полярного круга, ну, как-то так, вот, ну, ничего такого, здесь, может быть, кстати говоря, поинтереснее всякие разломы такие встречаются, то есть, видишь, у тебя там такие горки с двух сторон, я это снимать не стал, потому что, ну, как у нас в Медвежьегорске, там, по-моему, то же самое, вот, ну, не особо интересный пейзаж, прямо, реально, то есть, ну, так, пару долин каких-то было, таких не очень, вот, ну, я, собственно, не в Финляндии же еду, вот, все, я, у меня кофе готовится, и буду я спать, все, ну, в итоге, как-то я там поспал, вот, комары меня не замучили, вот, машины тоже не замучили, в общем-то, не особо холодно, поехал дальше, такая скучища, блин, дорога такая, вот, такой вот бензинчик, вот, в Финляндии, 114 рублей на наши получается, в Финляндии, видишь, красиво, елки, и, бах, ремонт дороги, блин, при том, ремонт дороги, такой, сгравим, противный кошмар, вот, идет дождь, уже, по-моему, не знаю, который раз, в общем, я уже к нему привык, вот, ну, он такой, как бы, не сильно, вот, сейчас, в данный момент, перестал, вот, дожди, я ничего не снимаю, весь я, в общем, ворот, говни, как обычно, все, в общем, тоже говни, иду дальше, это, я остановился укол в супермаркете, вот, поснимать, что на дороге валяется, кто-то там рассказывает, что в Финляндии идеальная частота, нифига, народ просто остановился, пошел в супермаркет, купил чего-то там, сел в машине, открыл дверь, пожал, что-то бросил, прям, вот, как, вот, пожал, вот, и все, и, как бы, никто ничего не убирает, вот, и, вот, бросают на улицу, да, вот такая вот фигня. Немного про Финляндию пока, солнце, и давление, вот, ну, во-первых, вот, ну, я по мелким всяким городам же езжу, я же не в Керсинск поехал, во-первых, очень мало детей, практически нет, периодически встречаются какие-то пары такие, видимо, одинокие, но у которых нет никого, вот, потом периодически встречаются финские дядьки с вьетнамками, там, и прочим, есть такой, ну, с детьми, вот, ездят они на машинах, которых у нас практически даже нет, я сейчас покажу, вот, например, тетенька закрыла динципнализацию, вот, удивительный пыш, я даже не помню, какого он года, вот, я тут и видел машину, которым я делал в 90-х годах, вон жупель стоит, вон еще один жупель, вот, вон еще такая хрень, то есть, ну, есть что-то, конечно, более-менее новое, вот тоже, октаве, вот, какого она года, вон, дедуля, на такой вот, кисерге, вон стоит он, квадратная, это, я даже не знаю, не сам, блядь, вот дядька на квадратной, просто, чтобы вы понимали, что тут вообще-то не намазано, вот, видел одну Теслу, тихо так пошуршало, скучно так, дикое зрелище, бензин где-то 117 рублей за литр стоит, вот, ядерный расколобас, вот, в целом, такие городки, Зильяндия такая пустынная, но при этом она населенная, вот, кем-то там, то есть, такие, ну, периодически попадаются, вот, там, какие-то пустоши, но они в основном закреплены какими-то мелкими городами, это самое, мелкими домиками, какими-то, вот, которые там, ну, в достаточно большом расстоянии между друг от друга, у нас обычно как-то кучками, вот, а здесь кучки нет, вот, примерно так. Личности такие встречают, забородаем дедури, у нас таких нет, вот, а дороги, кстати говоря, вот тоже там говорят, что, о, дороги, вон еще тоже он приехал, вот, дороги, ну, так, вот, ну, они просто более-менее ровные, вот, и более-менее предсказуемые, а все остальное, у супермаркет там, очень все спокойно, они как-то, видимо, давно уже живут в мире потреблений, вот, редкие дети, вот, два, вот, злобная тетенька приехала сейчас ребенка, он такой взрослый уже, маленький, я имею ввиду, практически один, несложный ребус, как заправиться на финской заправке, вот, бывает заправка, только с финским языком, вот, но, вот, например, на салф не только с финским языком, но вот сейчас покажется за пять дня. в общем, вот, выбираете язык, русский, например, да, дальше выбираете, здесь английский, потому что русского ни хера не отставляете карту, выбираете, сколько литров вам нужно заправить, вот, и обратно у меня, по крайней мере, ни деньги, ни литр не вернулись, потому как у меня, как бы, столько не было, вот, а дальше указываете, скалу, и в течение трех минут заправляете бензин, вот такая вот херня. Продолжаем про Финляндию, теперь немножечко о всяком быте, как там живут финны, ну, то, что я видел пока. Вот это, это не мусорный контейнер, это почта, это вот столько тут живет народу, вот, и вот они выставляют почтовые ящики вот сюда. Дехера ездит мотоциклов тут, прям дохерища, блин, вот, на удивление. Фины живут в основном вот каких-то таких типовых домиков, у нас таких, в общем-то, полно, у нас они называются щитовые, вот, из сайтинга, вот, дешевенькие такие, но, правда, очень аккуратненькие, вон там такой сайтинга, прям вообще, вот, у них так культурненько, в принципе, я Беларусь все же такое видел, вот, собирается вот так вот, трава скошенная, вот, культурно все, с трактором, ну, так более-менее ровно, конечно, ничего не могу сказать, но при этом далеко не все, как мы можем видеть, это, ребят, не конура, это хрен его знает что, заросшие, блин, вот, что еще, вот, это мотоцикл, да, вот так вот выглядит автобусная остановка, скромно, ничего нету, вот иногда бывает маленький-маленький-маленький такой остановочек, вот, метр, блин, наверное, на метр, вот, ну, я, правда, на нем никого-никой не видел, вот, но я автобуса тоже не видел, вот, вот так выглядит старый дом, вот, их тут до хрена, точно так же, то есть, ну, такой не покрашенный, вот, сразу видно, кстати, что север, вот, и очень много разрушенных домов, брошенных, вот, вот, кстати, тоже непонятно, живой он вообще или нет, у них не принято ставить заборы, если вы заметили, вот, можете вот это название в интернете, надо забить и посмотреть, где это, вот, без заборов просто ставят дома и все, нет собак, на привизии ни заборов, ни ничего, никто не стреляет, не ходи себе смотреть, что хочешь, вот, интересно у них, что, вот, например, поворот, вон, там, вот, видно, сейчас поближе сделаю, вон, там, вот, указатель, вот, это указатель, это на улицу, то есть, вот, это вы не по лесу едете, это вы едете по земле финской, вот, и у нее есть улицы, которые идут прямо в лес, вот, при том, вам достаточно войти в лес, там, не знаю, ну, метров 50, вот, и там будет дом, вот, а снаружи его не видно, вот, это очень часто бывает, а здесь точно такие же дома без указателей, это любители ставить палатку таких, как я, вот, то есть, вот, вы, так вот, такой поворот в лес, вы у него сворачиваете, едете, 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 и в конце концов, там, в конце стоит дом, вот, прям, такой, правда, ну, как бы, не богатый, вот, но стоит дом, вот, все еще, вот, тут такая, как бы, не могу сказать, что очень богато, как бы, народ здесь живет, вот, ну, абсолютно ерунда, ну, ну, да, там, по-культурней, да, по-равне, да, вот, ну, всякий гараж, вот, смотри, что в нем стоит, гараж чумовой, у нас это лучше, вот, ну, лантенна, да, вот, ну, просто говна не валяется, да, то есть, ну, а в остальном, ну, я не могу сказать, что это прям намазано тут, вот, еду дальше, опять собирается дождь, погода тут абсолютно непредсказуемая, вот, идет просто, ну, что идет, то не идет, вот, можно посмотреть вид транспорта, они тут действительно ездят на велосипедах, достаточно много, вот, между прям вот этими поселочками, круче педали, старый млад, дети, дети, все подряд крутят, вот, как бы, вот, ну, вот этот второй дом тоже, без заборчика, ну, просто такой типовой, я просто остановил, чтобы поснимать, потому как, все примерно одно и то же, никакой, никаких старых построек, ничего вообще нету, вот все вот такие вот дома, да, всю страну, вот, что еду, ничего другого, да, я вообще не видел, забыл, вот, еще что сказать, вот, если, ну, практически везде вы едете по каким-то деревням и весям, там обычно сидят какие-то люди, что-то продают или не сидят, там просто это все-то выложено, то есть здесь ни одного раза я такого не видел вообще, то есть просто, вот, народ живет и все, то есть, вот, и стоит какая-то мини-вывеска, блин, какая-то, и это максимум, то есть, какой-то супермаркет у них весят, супермаркет, такой у нас деревенский магазин, вот, то есть народ, это, не продает результат своего труда, если там они трудятся, никак, вот, в никаком виде это вообще не видно. Вы никогда не угадаете, что это? это почту разводит, бумажную, бумажную почту. Такие вот цены, 10 евро за булочку, вот, или 6 за маленькую булочку. Безусловно, встречаются красивые места, спору нету, ну, вот, как раз заснял, ну, когда они такие панорамные, вот, ну, как бы, тяжело снимать, вот, отдельно, вот, кусок. Отдельно от озерок в Финляндии, просто их тут достаточно дохрена, точно так же, как и в Карелии, вот, и такое ощущение, что они прям такие чумовые, да, да, красиво, ну, обалдеть, да, большие такие озера, есть поменьше, есть побольше, вот, но вот я решил попробовать набрать отсюда воды, и оказалось, что тут вода-то вся тухлая, вот, можно даже посмотреть, вот она, сейчас прям наберем и посмотрим, вот, можно посмотреть, она как бы, как болото, ну, или пруд, вот, прям берем белую бутылку под молока, и вот прям убираем, 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 браусь, вот, и вот можно посмотреть, какого она цвета, это еще ничего, я пробовал, там был гораздо хуже, вот, и там еще осадок будет, такой, нехилый, так что это не озера, в вашем счете, это такие пруды, или болотца, вот, вода тут, мягко говоря, не кристально чистая, далеко, все начало, послушайте тишину, тут машки правда поезжать иногда, вот, но вообще на севере тишина такая, что закладывает пищу, потому что прям реально настолько никого нет, вот, ну, по границе с Норвегией начинается, ну, короче, после полярного круга, где-то 200 километров отъезжаешь, и начинается красота, а на что в России, что приняли, вот, ребята, это настолько красиво, такая первозданная красота, динозавров только не хватает, у меня такое впечатление, что это тут было, там, тысячи лет назад, вся вот эта красота, это обалдеть, вот, едешь просто, крымший рот, что вот я поехал на север, а дальше больше, ребят, дальше растительности будет меньше, камни больше, смотрим дальше, чего будут показывать, я вот, может, что я не понимаю в комарах, а че они такие глупые тут, они почему-то на горячую воду слетаются и варятся там, идиоты, начало 12-го ночи, полярный день, вот, так вот выглядит Финляндия, выезжаю из Финляндии завтра, и сегодня, не знаю, уже, блин, день там, дочь, вот, вот, ну, где-то последние, где-то 200 километров в Финляндии, это, конечно, обалдеть, вот, сравнимо с нашей гурманской трассой, там еще горы снежные есть, здесь их нет, вот, но здесь своеобразно, ну, такие озера классные, от них ощущение совершенно обалденное, как будто они застывшие такие, то есть это такой, как будто лед, но который вот только-только растаял, это такое все застывшее и холодное, вот, это такое, видишь, такое холодная вода и холодный лес и горы такие холодные, очень слабые, я могу это описать, вот, я второй раз на севере и, блин, просто вот, я балдею от него, очень здорово, здорово, прям, вот, вообще, природа, вот, как будто она законсервирована тут, вся, вот, как будто вот она замерзла, вот, ее ненадолго разморозили, чтоб ты ее посмотрел, потом хоп, и опять заморозили, сейчас познакомлю с фауной и с флорой, везде растет такой вот лишайник всякого вида, им зарастает вообще все, становится такого цвета, елененького, сама вот природа выглядит вот так, вот, такие вот елки-палки, сосны эти, зимние, хотел сказать, северные, вот, и вот это вот травень, больше ничего тут нету, вот, но выглядит очень красиво, встречаются вот такие камни, совершенно обалденные, вот, в лесу есть, где очень много камней, есть поменьше, вот, что вот, вот это такое, честно говоря, я не знаю, вот, вообще, мыслей никаких нет, что-то высоковато для оленей-то, тина какая-то, что такое, не знаю, это с другой елки падает, что ли, вот, олени ходят по, просто по дорогам, я еще поснимаю, и уже поснимал, вот, там водители моргают, моргают забавно, ну, то есть у нас обычно гаишник, я гаишников предупреждаю, здесь я полицию видел всего один раз, вот, в основном камеры, которые бьют в морду, вот, взад нет, и это самое, водители, когда моргают, они предупреждают, что там олени, вот, я первый раз думал, что это там полиция, ни хрена, это олени, вот, вот, мне еще нравится, само дерево, вот здесь установится вот такого белого цвета, вот, прям, белый-белый, вот, ну, и покрывается решайником, у нас такого тоже не бывает, шо это, блин, говно, олени, где я встал с палаткой, ёхарный, вавай, вы спрашивали, я забыл, побесил себя в палатку, холодно ли тут, да, холодно, вот, но, очень интересно холодно, ветер, то есть ветра нет, а воздух холодный сам по себе, при этом ходить, ну, как бы, вот, когда солнце светит, можно в майке, то есть нормально, но, когда ты начинаешь двигаться, вот этот холодный воздух, это, блин, жесть просто, поэтому я еду вообще в полном дождевике, вообще по полной программе, потому что продувает все, блин, до костей, а так вот, если стоишь, ну, более-менее нормально, но сплю я в полном амбудировании сейчас, и в этом спальнике на ноль градусов, потому как, блин, жопа, ну, все посмотрим, в принципе, может быть, и не понадобится такая, конечно, потому что я за весь день замерз, блин, так, конкретно, достаточно, руки замерзут, ну, не очень сильно замерзут, то есть у меня, я сейчас все-таки использовал мои перчатки, вот, волшебные, вот, вот эти вот, жена зашила дырку, вот, и они выполняют свою функцию, они маленькие и не продуваются, у них есть большой плюс, вот, поэтому руки, ну, в принципе, не замерзли, так, чуть-чуть-чуть-чуть есть такое, вот, так что, вот, за столько, я сегодня еду с 7 утра, считаю, до 11 вечера, практически без перерыва, вот, по такой погоде, ну, так, вот, ну, все, сплю, это. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, что ж, выезжаю я в Норвегию, в Свинляндии, такая интересная тут граница, вот, вот она граница, вот, ты просто едешь, и все, вот, и вся граница, а это вот, с другой стороны, вот, это въезд, типа Финляндия, Лаппи, вот, вот такая вот фигня, вот, красиво в Норвегии, обалдеть, но в Финляндии тоже тут было красиво, на Севере, вот, осталось, что-то там 250 километров, по-моему, до Нордкапа, или что-то типа того, вот, красиво, конечно, вот, едешь, прям, одно удовольствие, прям, вот, здорово, вот, прям, вот, вообще, вот, ну, бензин у меня, видимо, заправился в Норвегию уже, мне еще там хватит, хотя, вот, здесь, на границе была заправка, что-то я еду, про лафлю, вот, ну, что ж, пока в Финляндии было прикольно, вот, интересные вот домики, да, то есть, вот они, все трех цветов, я только видел, вот такого, вот, желтенького и белые, все, вот, больше никаких цветов нет, вот, при том, вот этот цвет красный, вот он именно вот такой, никаких других оттенков нет, то есть, такое впечатление, что им тут краску, что ли, выдают, вот, но, повторюсь, кроме вот природы, который, в принципе, в самой Финляндии не очень, кроме Севера, и вот таких однотипных домиков абсолютно одинаковых, покрашенных абсолютно одинаковых, ничего, тут нет, то есть, поехал бы я еще раз через Финляндию в Норвегию, нет, вот, не интересно, вот, во-первых, ну, как бы просто дороже, вот, и не интересно, одно вот место, где я остановился, более-менее, так, ничего, вот, но в остальном, вот, ну, блин, не интересно вообще, вот, что могу сказать еще, ну, наверное, через Мурманск, вот, ехать туда гораздо интереснее, в смысле, в Норвегию, чем через нашу, вот, вот, через Финляндию.